ну что друзья всем привет и с вами снова я михаил шилов автор проекта доктор шилов точка ком корректура будущем точка робота блок точка ру вара точка руб обязательно подписывайтесь на мой канал на youtube и вы будете в курсе всех подобных видео подкастов когда они выходят там всегда бывает много интересного этим видео подкастом я продолжаю серию подкастов из индии в одном из предыдущих я рассказал о питании своем здесь о его режиме но на режиме питания хочу остановиться я детально и более подробно дело в том что предыдущий подкаст я уже записал с учетом того что хочу рассказать вам сейчас вот просто тогда я об этом забыл упомянуть и задел это только косвенно ну не косвенно а смысле кратко смотрите какая важная вещь здесь я сушусь и суть вот в чем сушка заключается в отказе от простых углеводов которые в общем-то в принципе позволяю себе на только с утра вот в основном углеводы сложные также надо будет конечно фрукты а так большом количестве идут овощи и отказ от жирной пищи вообще мясо то есть употребляется только обезжиренная полностью вообще какой только можно найти это курица в основном отличные белки вот рыба рыба не жирная тоже и морепродукты какие-то креветки кальмары там семеног и тому подобное вот за какая вещь несмотря на то что вроде все выглядит вот так вот все нормально ем я довольно часто по количеству приемов пищи то все равно ситуация были таким образом что в общем то за первые дни мне нифига не получилось похудеть совершенно я скачу сказать даже больше что чисто визуально в зеркале я немножко даже поднабрал вес смотрю на себя живот не мой совершенно не нравится не сухой думаю что же делать елки-палки в чем же проблема а проблема вот в чем дело в том что хотя я не поменял количество приемов пищи в принципе ты 5-6 прямо в пищи в день изменился очень сильно качественный состав и белковую пищу я принимаю здесь в основном один или два раза в день всего лишь всего лишь вот это с утра когда я себе позволяю белки вместе с углеводами и вечером на ночь когда за ужином я могу с какой-то мясо или рыбу днем я от приемов белковой пищи отказался ну это не неудобно как надо ресторан идти куда-то я днем здесь в основном все время занят либо я тренируюсь либо записываю что-то либо работаю хожу на море и так далее вот то есть и перекус у меня в основном идут овощные салаты и вне на точном количестве и фрукт ну тут значит ограниченное количество чтобы что не перебирать с углеводами простыми в чем же проблема по общему колоражу вписываюсь по составу должно быть идеально все вообще должен вес терять просто капитально в день признаю грамм там по 800 я теряю на счету что я буду теряю а жир неделя вот ну какой я сделал вывод в том что в те приемы пищи когда я принимаю белок с углеводами я изменив свой обычный режим питания принимаю просто много очень чтобы добить суточность как так объем вы смену с 2 грамм на килограмм масса тела то я мне приходится это добирать за два приема пищи всего лишь вот а раньше дома это делал за три-четыре приема пищи не думаю было 6 и белковая была через раз а то и чаще вот и думаю что-то из-за этой из-за что поменялось все думаю дай-ка это да просто компенсатор на попробую сделать таким образом чтобы разогнать пищеварительной системе 8 свою пищеварительную систему не могу дробить все равно белковый прием на три-четыре раза я решил увеличить количество приемов пищи то есть углеводы которые идут с фруктами и те которые я потребляю с утра то есть измените и форму приема те которые я принимаю днем это фрукты есть их маленькими дозами но почаще чтобы съедать то же самое количество но разбивать сильно во времени чтобы никогда не было никакого в крови запаса глюкозы что называется и чтобы она не могла пойти на депо вообще хотя не знаю как уходит на депо когда эту занимаюсь вообще как конь это раз-два белок значит принимать все-таки попытаться где-то развести на три приема пищи вот но увеличить еще количество ну прям пищи сам количество раз за счет с приема салатов я и так говорил что я постоянно ем до когда мне захочется ну хочется мне так что я получается по 6 приемов в день пришел делать не по 6 а по 8 или даже 10 никаких проблем просто я салат уже не делаю а беру кунь тещи с собой огурец помидоры там на перец болгарский и постоянно хамячу он буквально с собой таймер ношу очень проблематично на самом деле у меня сумка поясная да у меня лежит там чё-то проходит час я съедаю предположим два помидора один болгарский перец один будет с небольшой все я сыт вот как потом еще какой-то травки потом капусты какой-нибудь им постоянно чем пассаж по кишечнику он улучшается капитальный метеоризм а как такового нету то есть газового образования вообще никакого вот и сразу же сразу же заметил все пошло на следующий же буквально день пошло вниз самый лучший критерий у меня здесь нету весов ты зеркала не оставлю зеркалу боком и смотрю в чем это на животе и сразу же понятно когда резинка от леггинсов туго пережимает тебя по талии то стоит только под кожей появится лишнему сантиметрику где-то как она как эта резинка тут же все показывается то что выше нее начинает чуть-чуть через резиночку так перебаливаться чуток но это явно заметно вот когда она за под лицом с резинкой вот это показатель того что же вот действительно хороший ну вот так что я тут изменил немножко что-то вот и в другую качестве пищи и поэтому хомячу постоянно значит овощи непрерывно что называется и это очень сильно сказывается так что если вынужден я сократить а количество белков прямо в пищи то я соответственно в разы сразу повышаю количество принимаемой клетчатки и овощей тут же я для себя такой на будущее сделал вывод что это работает и буду впредь эту схему применять мне она понравилась конечно еще до конца но отпуска время есть и довольно много я посмотрю как эта схема она заправдается она показкам так оправдывает и отказываться от нее я не собираюсь ну вот об этом все вот такой режим питания здесь у меня доведем его до конца еще несколько дней и о результатах я доложу отдельно ну пока подписывайтесь обязательно на мой канал на youtube и будет вам счастье салют руководит